Говорит и показывает Минск. Городообразующие предприятия столицы. Какого рода услуги вообще вы им оказываете? Ну, само название нашей организации говорит само за себя. То есть мы в первую очередь создаем, разрабатываем информационные системы, информационные ресурсы, программные продукты. И, конечно же, оказываем сопутствующие услуги. То есть это обслуживание компьютерной техники, локально-вычислительной сети, то есть всей той инфраструктуры, которая связана с информационными технологиями. Вы смотрите, если речь идет об информатизации, автоматизации, об этом все время все говорят, всяких процессов. Какие IT-продукты ваши пользуются спросом и кто их потребитель основной, кроме тех, что вы перечислили, государственных структур? Кто еще? Давайте, конечно же, назовем наши основные программные продукты, флагманы наши. Конечно же, это всем довольно известный наш сервис 115 Белл. И скрывающаяся, скажем так, на заднем плане за ним автоматизированная система диспетчерская служба. То есть она, может быть, не так всем видна, потому что все входят либо через портал единый 115.белл, либо звонят на единый телефонный номер 115. Понятное дело, что здесь и каждый гражданин участвует, и здесь завязаны абсолютно все исполнители городского хозяйства. Это тема отдельная, я даже, честно вам скажу, несколько вопросов подготовил по 115 Белл, действительно, они много говорят. Это один из таких больших наших продуктов. Второй немаловажный наш продукт, это система электронного документа оборота. Здесь, конечно, в первую очередь, это государственная организация, исполнительный комитет, администрация города, частично где-то и жилищно-коммунального хозяйства организации. То есть мы помогаем также и наладить им связь с системой межведомственного документа оборота. Ну и различные, естественно, другие наши разработки. Это достаточно много интернет-ресурсов нами разработанных, порталов, иные программные продукты, множество информационных систем, связанных с картографическими сервисами. Вот смотрите, на вашем сайте сообщается, что вы разработали интерактивные энергетические, то, что вы сказали, экологические, какие-то рекламные карты Минска интерактивные, различные базы данных, систем учета, вы тоже об этом рассказали. Это все как бы звучит красиво, но это все для организации. А вот может ли этим всем или чем-то иным воспользоваться простой человек и желательно бесплатно? Да, мы сейчас пришли к тому, что, конечно же, информация лучше всего воспринимается визуально. Соответственно, мы сейчас в большей степени ориентированы на визуальные системы, то есть картографические сервисы. Они, конечно же, в первую очередь удобны заказчикам, тем, кому необходимо на карте найти свои объекты и получить по ним какого-либо рода информацию. Но наши также картографические сервисы ориентированы и в том числе на граждан. Например, вот наша экологическая карта, да, она доступна через сети интернет, можно ввести экологическая карта города Минска, и, соответственно, на ней можно посмотреть вот все, что касается экологии, в большей степени именно по бытовым отходам. То есть где находятся контейнеры, маршруты, которые их забирают, непосредственно по Минску, все площадки, тысячи объектов, визуализированы, любой гражданин может зайти и посмотреть. Она есть на вашем сайте, вот давайте пообещаем радиослушателям, что мы ее и на Минск Ньюс разместим, вы нам дадите такое право, да? Ну, без проблем, ссылку можно разместить где угодно, можно и делиться с друзьями, то есть ecomap.itminsk.by доступно, в любом поисковом запросе сразу откроется, можно посмотреть. А вот прикладные вещи для обывателя, для обычного жителя Минска, вот чем он может еще пользоваться? Наверное, системой оплаты, какие-то документы оборота, которые вы разрабатываете, да? Ну, смотрите, конечно же, у нас есть еще и интернет-сервисы, например, популярные интернет-сервисы, размещенные на сайтах организаций. Например, запись в ЗАГС, электронная запись в ЗАГС, я думаю, многих тоже где-то интересует. Можно записаться в любое удобное для него время, в необходимый ему ЗАГС, подать заявление, ну, соответственно, выбрать то время, которое ему необходимо. Это также и электронные очереди различные, да, то есть через... К поликлинике тоже, да? Ну, смотрите, у нас, например, реализован с учетом, да, что мы относимся больше к сфере ЖКХ, и у нас в нашей подведомственной структуре расчетно-справочные центры, то у нас можно через сайт ЕРСЦБЕЛ, да, то есть в определенные расчетно-справочные центры взять электронный талон. Чтобы там не стоять живую очередь, да? Да, 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 да. Вот смотрите, целый пласт вашей работы, как вы и сказали, это система ЖКХ, целое направление основное даже. Минск новости сообщает, что на ТИБА 2021-2021 году вы презентовали государственную информационную систему жилищно-коммунальное хозяйство. Звучит красиво, опять же, но вот поясните, что конкретно это даст жителям столицы? Даже немножко, может, больше, прибавлю ей регалий, да, мы ее называем отраслевая цифровая платформа, да, чтобы идти еще в ногу с нашим современным временем. Что она из себя представляет? Это не просто система, а это комплексная система, куда мы включаем ряд наших программных продуктов информационных систем. То есть в то время, когда разрабатывалась какая-то одна информационная система под ряд задач, она уже немножко проходит, и мы приходим к тому, что необходимо интегрировать системы. в единое решение, то есть свести все данные в одно большое, скажем так, облако, чтобы на базе этих данных можно было развивать, создавать востребованные сервисы. Что такое наша государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства? Да, и вот если можно ее приземлить к уровню жителя города Минска, а не к таким вот глобальным задачам. В нее мы включаем, да, наш сервис 115, уже всем известный. В нее мы включаем наши картографические сервисы, экологическая карта, карта энергоэффективности. Туда мы включаем сейчас наш активный, скажем так, программный продукт, активно реализуемый в городе Минске. Это АИС ДомУчет, автоматизированная информационная система ДомУчет, которая позволяет полностью инвентаризировать дома, позволяет системам жилищно-эксплуатационным составлять нормирование своим работникам, определять, сколько требуется работников на те или иные виды работ, составлять им график, чтобы у граждан было дома и чисто, и было все в порядке, и, соответственно, чтобы это было прозрачно для государства, понимать, сколько на это требуется выделять финансирование, да, ну и, соответственно... Прозрачность системы ЖКХ, важный момент. Друзья, я напомню, что эта программа говорит и показывает Минск. Ведущий Дмитрий Портон и в гостях нашей студии заместитель директора Центра информационных технологий Мингоросполкома Александр Василенко. И сегодня мы говорим об информатизации работы столичных служб без обеспечения жизнедеятельности нашего Минска. Вот такое пахальное событие произошло в 2015 году. Вы уже его вспомнили, это, ну, контакт-центр ЖКХ, который мы сейчас знаем как 115 Белл или Мой город, да, называется. Насколько успешно он сейчас работает? Потому что разные звучат, так сказать, в адрес этой службы и нарекания, и похвала, и какие-то, не знаю, просьбы. Вот как он сейчас работает и что в будущем? Есть ли проблемы, которые предстоит решить еще? Да, конечно же. Будем сразу, давайте, может быть, разграничим, и, может быть, если можно обратиться к нашим слушателям, чтобы было у всех понимание, да, что из себя представляет контакт-центр, почему, возможно, идут в наш адрес нарекания. Надо понимать, что контакт-центр, да, это посредник между гражданином, у которого возникла проблема, и исполнителем, который будет решать эту проблему. Иногда почему-то наш контакт-центр ассоциируют непосредственно с исполнителем. С сантехником, который поднял трубку, да? Да, нет, мы предоставляем, да, сервис. Благодаря нашему сервису можно оставить заявку, да, можно ее оставить по телефону, можно ее оставить с помощью интернет-браузера на компьютере, можно с помощью мобильного приложения, причем непосредственно, да, вот, видя там проблему на улицу, сфотографировать, привязать ее к координатам географическим и указать о проблеме. Заявка будет сформирована, неважно, там уже, да, роботизирована, да, автоматизирована система, если все-таки мы используем сами браузером, да, или мобильным приложением, или с помощью диспетчера. То есть заявка все сформирована, она уходит к исполнителю, исполнитель в соответствии с регламентом ее отрабатывает, наши люди еще дополнительно ее контролируют за ее выполнением. И при необходимости, да, спрашивают у того, кто подал заявку, было ли все-таки на самом деле выполнена заявка, потому что, ну, мы видим, да, иногда гражданин предоставляет конкретную проблему, вплоть с фотографией, вот, говорит, решите проблему. Иногда бывает так, что на выходе фотография, но мы смотрим, да, ну, что-то не совсем то, то есть, условно говоря, он один подъезд сфотографировал, у нас есть подозрение, что другой, поэтому мы, конечно же, должны еще выяснить, все-таки выполнена ли заявка, удовлетворен ли все-таки гражданин, да, выполнился заявку. — Напрашивается, Александр Николаевич, вопрос, сколько таких заявок поступает, не знаю, в день, в месяц, интересно? — Вот если ежедневно, да, то это порядка 7 тысяч заявок, а если говорить про классификатор проблем, то там порядка 325 у нас видов, да, неисправностей проблем по нашему классификатору. — В чем видится вам, если коротко, перспектива развития, может, какие-то проблемы, вот эта работа выявилась с 15-го года, что-то надо решать? — Мы как посредник, да, мы заинтересованы, конечно же, оптимизировать наш труд, заинтересованы, чтобы граждане при наличии у них проблем не ожидали долго телефонного звонка, а могли, скажем так, поделиться своей энергией, да, с тем, кто эту заявку заполнит. Ну, понятное дело, тут могут помочь только, скажем так, либо наращивание наших, да, специалистов контакт-центра, создание многих линий, но что не очень, скажем так, экономически эффективно. Мы сейчас прорабатываем вопрос по использованию роботизированного, автоматизированного помощника, да, тут уже речь немножко, скажем так, идет про технологии искусственного интеллекта. То есть мы сейчас прорабатываем технологии, которые позволяют принять звонок от гражданина, все его слова будут распознаны, по его ключевым фразам будет сопоставлена по классификатору та или иная проблема. Соответственно, система сама определит исполнителя, сформирует заявку, выставит там в соответствии регламентам необходимые сроки. Если есть где-то там в системе информация о том, что проведены отключения, да, то есть есть там, допустим, график, это план отключений, соответственно, это тоже информация может сразу заявителю быть выдана. Это мы что позволяем? Мы это, естественно, можем позволить обеспечить свободную линию, да, то есть если необходимо человеку все равно связаться с диспетчером, он свяжется с диспетчером, но если наш, скажем так, помощник сможет удовлетворить его запрос, сможет правильно оформить заявку, то, соответственно, мы разгружаем и линии, и мы, соответственно, ну, позволяем гораздо больше обрабатывать заявок. И самое главное, что робот весь негатив, который бывает у звонивших, возьмет на себя, а уже потом оператору будет проще работать, наверное. Ну, будем говорить, не негатив, да, а возникшая, скажем так, проблема. Понятное дело, никто не застрахован от этого. Смотрите, газета «Минский курьер» пишет, что на белорусском энергетическом и экологическом форуме были представлены ваши предложения по улучшению энергоэффективности ЖКХ в Минске. Вот в чем их суть, если коротко расскажите, в чем их интерес для наших обывателей? Да, нами была выполнена работа по созданию картографического сервиса, то есть это карта энергоэффективности города Минска. Был выполнен первый этап, это визуализация, это отображение на карте домов и классификация их по классам энергоэффективности. То есть, соответственно, можно увидеть, да, к какому классу энергоэффективности отнесен дом. Естественно, там можно, да, в цветовой гамме для удобства отобразить, выбрать только там определенного типа, чтобы отобразить. Это позволяет, скажем так, руководству города осуществлять мониторинг, да, планировать какие-то дальнейшие виды работы. И сами, наверное, жильцы, да, сами жильцы могут понимать, их дом энергоэффективный или нет, да? Конечно, конечно. ЖКХ, например, или товарищ, да, собственно. Ну, жильца, конечно, наверное, больше интересуют, чтобы было дома тепло, да, и сколько за это платить. И вот если первый этап наш был, да, это визуализация, то наша заложенная именно концепция, да, вот в эту карту, она даже была немножко шире. То есть мы здесь вот на этом на первом этапе, а сейчас уже идет речь, да, про наше развитие этой картографического сервиса. И был посыл какой? Что гражданин, найдя свой дом на карте, выбрав свой дом на карте, посмотрев на класс энергоэффективности, он может посмотреть, да, с учетом, что сейчас, как бы, дойдут субсидируемые тарифы, да, возможно, рано или поздно они станут все-таки экономически обоснованными. И гражданин заинтересуется, как сделать так, да, чтобы мне платить меньше, да, за отопление. Соответственно, сколько будет стоить утеплить дом для нас, для всех жильцов, и какая моя должна быть в этом лепта. Условно говоря, мне сразу может система на основании внесенных параметров сказать, что вот стоимость по утеплению дома будет такая-то, с учетом количества жильцов для вас, вот, для вашей квартиры, эта стоимость будет такая-то. Соответственно, и скажут, сколько будет в будущем, да, перейдя на новый уровень энергоэффективности, вам обходится оплата тепла. Александр, очень интересно так, детально вы, да, но я так понимаю, это все-таки пока в будущем, это наработка еще в будущем, да. Да, совершенно верно, это план развития. Давайте закрывая тему ЖКХ, может, скажете еще, какие, я не знаю, новшества с точки зрения информационных технологий ждут систему вообще жилищно-коммунального хозяйства Минска? Ну вот, мы уже останавливались на домуччет, да, это инвентаризация, это прозрачность, это возможность нормировать работы. Сейчас эта автоматизированная информационная система домуччет внедрена в заводском районе города Минска, в этом году она будет внедряться по всему городу Минска, за весь этот год мы должны ее внедрить во всем городе Минске. Соответственно, для жильца это, естественно, ну, как мы видим, да, это снижение издержек, соответственно, гражданин, простой гражданин должен увидеть и качество услуг, да, и какое-то отображение на своем собственном кошельке. Что касается других сфер деятельности, да, мы не только ЖКХ, мы смотрим вперед, перспективное направление, да, это вот машинное зрение, то есть мы остановились, да, на искусственном интеллекте, говорили о том, что роботизированный помощник там будет возможно помогать с приемом заявок, звонков определять по ключевым словам, но мы также не останавливаемся. Ряд проектов сейчас прорабатывается по анализу пассажиропотока со столичным транспортом и связью и Минсктрансом, то есть видеокамеры, которые детектируют людей, которые позволяют оценить пассажиропоток, которые смогут сказать, сколько... Нужно ли столько трамваев или автобусов на линии, да. Мы понимаем, что это система, которая также может развиваться, если включить туда дополнительную информацию, например, погода, время суток, то мы также можем, да, ориентироваться на различные виды, да, тех условий, которые влияют, ну, в том числе, да, вот, коронавирус, да, который явно там где-то повлиял на те или иные процессы, даже вот такой момент, да, он может тоже показать, да, где и как требуется нам сформировать те или иные машины. Надо признать, что в ЖКХ вообще в системе жилищно-коммунального хозяйства, оплаты услуг, в общем, все как-то более не менее, но есть проблемы с автоматизацией, например, в системе, там, первичного медицинского звена. Я понимаю, что это и здравоохранение, и министерство связи, здесь вопрос не столько к вам, но интересно ваше мнение. Есть проблемы с электронным документооборотом, там, в малом бизнесе, в среднем бизнесе. Какие перспективы вообще в Минске, вот, в этих направлениях, как вам видится это развитие? Мы как опытные, скажем так, разработчики, да, мы видим, что программное решение в принципе уже некоторое есть, да, есть и электронные очереди, есть электронный документооборот. Понятно, что такого рода задача, она должна идти централизованно, да, есть регулятор Министерства здравоохранения, есть регулятор Министерства связи и информатизации. В стране действует государственная программа цифрового развития Беларуси на 21-25 годы, есть программа развития, социально-экономического развития города Минска на этот же промежуток времени. То есть это все, конечно же, должно быть централизовано. Мы, как разработчики, готовы предлагать свои решения. Но тут важно, да, чтобы это решение, оно было общее для всех. Потому что рано или поздно мы приходим к тому, что систему надо интегрировать, да, чтобы системы общались. То есть данные, которые сейчас необходимы, например, только одной поликлинике, затем необходимы, да, там, комитету по здравоохранению. Ну, электронные карточки нужны везде, да, например, медицинские. Ну, если это будет разное решение разных, да, производителей, то их состыковать будет сложно. А по итогу, конечно же, это должен быть контроль, быть, на уровне республики, да. Это что-то вроде, там, не знаю, 1С-бухгалтерия, да, которой пользуются все, там, владельцы. Либо это должны быть какие-то единые стандарты, да, единые протоколы, единые, там, форматы обмена сообщений. Тогда могут, скажем так, быть больше производителей. Вы знаете, все сейчас говорят о том, что искусственный интеллект в конечном итоге победит. Мы об этом вот еще до эфира с вами говорили, что и есть уже искусственный интеллект даже в журналистике, да. Но, тем не менее, судя вот по большому количеству у нас расчетно-кассовых центров, там, различных, ну, как он называется, горгазов, водоканалов. Там энергосбытов, налоговых, не знаю, паспортных столов. И там сидят десятки, сотни дам, которые, в общем-то, какие-то ворочают бумажки. Вот не видится перспектив, что у нас будет это все заменяться электроэлектронным каким-то оборотом. И что дальше? Как вам видится, откровенно скажите, эта перспектива, есть ли динамика вперед, или мы по-прежнему будем видеть, так сказать, дамочек, которые нужно стоять в очередь, чтобы там подать какую-то бумагу, поставить на учет квартиру или счетчик какой-то там водоснабжения? Ну, давайте говорить так. Высококвалифицированные специалисты, конечно, сейчас систему не заменят. Но часть рутинной работы, да, какой-то такой, ну, совершенно простой там подсчет, да, где система справляется гораздо быстрее, да. Или вот, как я говорил, про машинное зрение, видеоаналитика, чтобы человеку сидеть перед монитором, да, и сотни людей выбирать их и подсчитывать, конечно, человеку будет гораздо сложнее. Есть именно ряд задач, с которыми компьютерная система справляется и быстрее, и эффективнее, да, и, ну, человеческие ошибки, да, где-то от усталости, конечно же, тут всегда будут. Поэтому здесь не надо чего-то бояться, да, эти решения, они будут, конечно же, не так к нам ворваться. Мы не боимся, мы радоваться хотим. Да, 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 совершенно верно, но пока в настоящее время, да, вот мы говорим, только еще вот на этапе, да, каких-то вот пилотных проектов, да, пробовать, конечно, это надо, ну, постепенно. Нельзя сказать так, что завтра придет искусственный интеллект, заменит всех наших работников, и мы будем только отдыхать, да, и смотреть, как роботы за нас работают, и будем жить счастливо. Ну, нет, 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 конечно же нет. То есть мы говорим про то, что это будет все постепенно, технологии будем постепенно внедрять, апробировать, ну, и где-то уже, говорю, вот, уже видим определенные результаты. Спасибо. Друзья, я напомню, это была программа «Говорит и показывает Минск», гостем нашей студии был заместитель директора Центра информационных технологий Мингородсполкома Александр Василенко. Соответственно, мы сегодня говорили об информатизации целого ряда процессов в Минске и о перспективах IT-технологий, которые помогают нам и помогут нам жить как-то, что ли, более прозрачно, безболезненно и тратить на это меньше времени. Спасибо вам за эфир. И вам спасибо. Всего вам самого доброго. Видеоверсию нашего разговора вы сможете увидеть на портале Минск Ньюс Бай и на нашем YouTube-канале Минск Ньюс сразу после радиоэфира. До свидания. До свидания. Говорит и показывает Минск.